Ежегодно в 3-й вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. Люди, работающие в этой сфере, помогают другим в сложных жизненных ситуациях и не только. О людях с добрым сердцем расскажет Елизавета Кабанова. Комплексный центр социального обслуживания был создан 1 марта 1994 года. Вот уже более 25 лет его работники оказывают помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Деятельность учреждения осуществляется по трём функциональным направлениям. Это решение общих вопросов социальной поддержки граждан, признанных нуждающихся в социальном обслуживании, поддержка семьи женщин и детей и социальная медицинская реабилитация граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних. В учреждении функционируют пять отделений – помощи семьи и детям, помощи на дому, кризисное отделение для нуждающихся, отделение дневного пребывания и отделение срочной социальной помощи. Люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, здесь и сейчас могут обратиться к нам за помощью в срочном порядке. Продукты, одежда, консультации, сопровождение, спецтранспорт, пункт проката средств реабилитации. У нас есть выездная мобильная бригада. Мы выезжаем на сёла, состав мобильной бригады формируется от нуждаемости граждан, то есть это и специалисты соцзащиты, и центры занятости, и госюрбюро, и пенсионного фонда, то есть те специалисты, в которых нуждаются сельские жители. Центр также осуществляет поддержку граждан, которые не могут выходить за пределы своей квартиры или дома. Социальные работники помогают таким людям в быту – сходить в магазин, сдать анализы, получить лекарства в аптеке. В городе всего пять социальных работников. На каждого приходится по девять человек, нуждающихся в помощи. Два раза в неделю сотрудники навещают их и помогают решить возникшие бытовые проблемы. Такие социальные работники также есть и в семи посёлках округа. Не минусе у нас два социальных работника. На сельского социального работника по становлению определено шесть граждан. Там тяжёлая работа в плане подвозка воды, уголь, дрова, вынос шлака. Вот такая работа больше. В центре также проводятся занятия с детьми, на которых ребятам оказывают комплексную помощь – от массажа до психологической терапии. Подобные услуги оказываются и для граждан более старшего возраста. Также центр помогает тем, кто оказался без определённого места жительства. К нам обращаются граждане с различными ситуациями. Это и граждане, которые прилетают из сельской местности для обследования в больнице, а также люди, у которых нет места жительства, это и безопределённое место жительства, и те граждане, у которых нет работы. Помимо решения жилищных проблем, отделение также оказывает помощь в восстановлении документов и трудоустройстве. Людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, также может быть предоставлен бесплатный обед. Центр активно взаимодействует с региональным отделением общества «Красный крест», куда любой желающий может пожертвовать не только одежду, но и перечислить финансовые средства.